здравствуйте в эфире программа городской встречи в студии валерий седов 9 декабря это международный день борьбы с коррупцией в честь этого дня мы пригласили в гости андрея карнова руководителя первого отдела проследования особо важных дел следственного управления следственного комитета российской федерации по рязанской области здравствуйте здравствуйте давайте начнем с общего понятия вообще коррупция что это такое какие преступления туда входят ведь это такое обширное понятие коррупция это явление когда должностные лица органов власти принимают решения за денежное вознаграждение либо совершают действия из корыстных побуждений это ряд статьи уголовного кодекса которые объединены понятием коррупция и представляют собой наиболее приоритетное направление деятельности следственного комитета российской федерации какое наказание грозит таким людям которые решают приступить закон таким образом эти преступления в большей части относятся к категории тяжких особо тяжких и наказание за них предусмотрено вплоть до 12-15 лет лишения свободы вообще вот коррупция ну по сути это ведь взятка я правильно понимаю преимущественно то есть а вообще ведь взятка такое понятие разное то есть можно давать взятку как деньгами так и какими-то материальными ценностями вот вообще что подразумевается под понятием взятка что входит в это понятие понятие взятка раскрыто в уголовном кодексе и представляет собой денежные средства имущества услуги имущественного характера либо предоставление имущественных прав либо освобождение от таковых человек решил там подарить врачу, который его вылечил коробку конфет, или наоборот, чтобы ему оказывалось более лучшее лечение, он решил подарить коробку конфет. Это взятка? Речь идет о разграничении гражданского правового понятия подарок, которое ограничено суммой в 3000 рублей и образует те действия, о которых вы сейчас сказали. Разница взятки и подарков в том, что в том случае, который вы описали, речь идет о профессиональных функциях и благодарности гражданина за выполнение профессиональной функции врачом-преподавателем к дню учителя, к дню врача либо на день рождения является именно таким гражданским правовым понятием. В случае, когда реализуются должностные полномочия за вознаграждение, то речь идет уже о взятке. Если говорить о статистике, то какая она за 22-й год? Понятно, что год еще не закончен, но все равно, какая она за 22-й год? Может быть, есть промежуточные статистики, особенно по сравнению с 21-м годом. В истекшем периоде 2022 года возбуждено около 90 уголовных дел коррупционной направленности. Это каждая пятая из возбужденных уголовных дел Следственным комитетом на территории Рязанской области. Окончено 49 уголовных дел, 5 уголовных дел, наиболее сложных и вызвавших большой общественный резонанс, окончено отделом, который я возглавляю. Бывали ли случаи коррупции в силовых структурах? Большой процент коррупционных преступлений выявляется в силовых структурах. Не исключение этот год одно из пяти уголовных дел, окончено отделом, было в отношении сотрудника. Можете рассказать про это дело хотя бы так немножко, что это было такое за дело? Конкретно про это дело рассказывать, наверное, не стоит, потому что не делает это чести ни сотруднику, ни органу, где он служил. Но в целом тенденцию хочу отметить, наметившуюся в этом году, и рассчитываю на то, что она будет продолжаться в следующем. Это поступление сообщений о коррупционных преступлениях. Если в предыдущие годы характерно было выявление преступлений, которые имели место длительный период времени назад, и уголовное преследование осуществлялось как в отношении взяткодателя, так и взяткополучателя, посредников во взяточестве, то в этом году четыре из пяти уголовных дел, которые окончены, были возбуждены по заявлениям граждан, с которых вымогались денежные суммы либо имущество в качестве вознаграждений должностным лицам. И это дело одно из таких, когда должностное лицо обратилось к гражданину с требованием передачи денег за совершение действий по службе, которые он не имел полномочий выполнить. Соответственно, было принято решение о возбуждении уголовного дела. Расследовалось оно и завершено направлением в суд с обвинительным заключением по статье мошенничества с использованием своего служебного положения. Наверняка в практике были какие-то дела, которые особенно запомнились. Можете рассказать о них? Да. В этом году окончено два уголовных дела, которыми можно похвалиться не только на местном, но и на федеральном уровне. Первое уголовное дело в отношении организованной группы руководителей одного из государственных предприятий оборонного комплекса, которые, используя схему аналогичную Михаилу Борисовичу Ходорковскому, похитили готовую продукцию гражданского назначения на сумму около 600 миллионов рублей. Привлечены к уголовной ответственности. Часть лица находится в федеральном розыске, а часть направлены в суд, где рассматриваются по существу. А как это все удалось обнаружить? Как их удалось вывести на чистую воду? Контролирующие органы выявили факты использования фирм ЛЖП-средников, и в последующем путем изучения финансо-хозяйственной деятельности следствие пришло к выводу, что имеет место хищение государственного имущества. Вы упомянули о двух делах. Какое было вторым? Второе уголовное дело было в отношении председателя фонда Рязанской области, который получил коммерческий подкуп, а также совершил действия, направленные на хищение имущественного комплекса, принадлежащего Рязанской области. А можете как-то поподробнее, а то мы так прям по верхам пробежались, то есть что вообще как бы в чем суть-то? Суть в том, что есть в Рязанской области санаторий «Сосновый бор», который в настоящее время ремонтируется, вводится в эксплуатацию и представлял интерес для определенного должностного лица. По мнению следствия, за заключение контракта по осуществлению ремонта «Соснового бора» было получено вознаграждение в размере 3 миллиона 400 тысяч рублей. Помимо того, был совершен ряд сделок, направленных на отчуждение в последующем всего имущественного комплекса «Соснового бора» в свою собственность. А есть уже наказание, которое грозит этому человеку? Известно, что ему будет за такое преступление. Дело рассматривается судом по существу, и наказание – это прерогатива суда. Как вообще вот такие преступления расследовать, коррупционная направленность? Можете нас немножечко так посвятить? То есть как вообще узнать о том, что оно совершено, и как довести это дело до конца? Здесь важен уровень взаимодействия между правоохранительными органами. И при наличии такового выявления этих преступлений, возможно и осуществимо, как бы должностные лица не маскировали свои действия и как бы не вуалировали те же самые хищения под гражданско-правовые сделки. Ну как это вообще начинается? То есть это преимущественно обращение граждан или вот как-то по-другому все это начинается? С чего начинается такое уголовное дело о коррупции? Как вообще становится известно, что что-то здесь не так? Здесь два пути. Либо гражданин обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что у него вымогают взятку. И в данном случае гражданин подлежит безусловной освобождению от ответственности за дачу взятки, поскольку она осуществляется уже в последующем под контролем правоохранительных органов. А второй путь – это оперативно-расследовательная деятельность органов МВД и ФСБ. Третий путь – это выявление преступлений в ходе расследования следственным органам, либо в ходе осуществления надзорных функций прокурором. Ну вот вы упомянули, что гражданин освобождается от уголовной ответственности за дачу взятки, потому что она контролируется. А если гражданин уже отдал взятку, но обратился в правоохранительные органы, ему грозит наказание? В данном случае, если об этом преступлении правоохранительным органам не было известно, и данное заявление будет считаться добровольным, при соблюдении условия о деятельном раскаянии путем способствования расследованию, такое лицо также подлежит освобождению, но уже за деятельным раскаянием. То есть признается, что в его действиях признаки преступления имеются, но поощрительная норма уголовного кодекса предусмотрена, и опираясь на нее, следователь обязан принять решение о прекращении уголовного преследования в отношении такого лица. Давайте вернемся к своим. То есть заявление от человека поступило, стало известно, или наоборот, то есть одним из трех путей уголовное дело возбуждено, что есть какая-то коррупция. А как эту коррупцию выявить? Как вообще доказать, что что-то было совершено, что был совершен коммерческий подкуп, что была получена взятка? Как это все доказать? Доказать это возможно путем подтверждения факта вознаграждения как основы события, так и рядом косвенных обстоятельств. Незаконность решения, которое принято за это вознаграждение, выход за рамки исполнения своих полномочий. Уголовное наказание до 15 лет лишения свободы. Неужели люди так легко раскаиваются в своих преступлениях, наверняка не отнекиваются до последнего, как вот человек это вывести на чистую воду? Действительно, не так часто люди признают свою вину в данных событиях, поскольку преступления эти совершаются неспонтанно. Люди тщательно планируют как сам процесс совершения, так и последующее сокрытие следов его совершения. И при выявлении признаков противоправной деятельности многие убеждают себя в том, что это невозможно доказать, и признак преступления тот или иной не сыграет какой-то решающей роли. Но, как правило, эти люди ошибаются, добываются доказательства достаточно для предъявления обвинения. И, кстати говоря, возвращаясь к сотрудникам правоохранительных органов, которые привлекаются к уголовной ответственности в силу осведомленности о возможностях правоохранительных органов, как правило, такие сотрудники признаются в совершении преступления, деятельно раскаиваются и рассчитывают на снижение наказания вплоть до нижнейшего предела. Куда может обратиться человек, если с него вымогают взятку? Если он с этим столкнулся, куда ему обратиться, чтобы предотвратить это преступление и наказать виновных? Любой правоохранительный орган, имеющий право возбудить уголовное дело. МВД, ФСБ, Следственный комитет. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова